здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами в ролике поговорим вот о таком вот ноже это новинка от китайского бренда best tech man который называется цикада swing в общем крыло цикады вот так вот называется этот нож я сегодня поподробнее вам покажу что он из себя представляет внутри немножко расскажу какие есть вариации этого ножа ну и наверное поподробнее мы с вами посмотрим еще на то как клинок этого ножа работает потому что тут есть несколько интересных моментов в начале ролика я хотел бы добавить такой тезис вот учитывая что я сегодня рабочую часть буду снимать ну в хронологическом порядке будем так говорить я когда все это рассказываю еще пока не знаю как этот клинок будет работать поэтому про рабочие характеристики восхищаться или наоборот негодовать будем где-нибудь в конце ролика в начале ролика хочется сказать что как минимум китайской компании удалось создать довольно недорогой но при этом визуально весьма и весьма интересный нож и вот этот тезис я думаю что никто опровергать не будет ну а все остальное мы с вами посмотрим немного дальше давайте начинать начнем мы сегодня как водится с того что посмотрим на нож немного поближе я вам в кадре сейчас покажу его технические характеристики но и так скажу что эти технические характеристики просто вот практически до грамма и до миллиметра в ряде случаев напоминают мне технические характеристики одного очень широко известного ножа который вот так вот у меня в кадр я так понимаю тоже прекрасно поместится просто в силу того что вот как видите эти ножи практически одинаковые по всем размерам тут на самом деле и одинаковая толщина клинка и очень-очень сильно похожая масса. На самом деле она тоже практически одинаковая, там разница составляет меньше, чем полграмма. Если смотреть, конечно, на вот эту версию ножа ЦК до свинг. Ну, кроме того, понятное дело, штифтовые замки, об особенностях работы которого на этом ноже я расскажу чуточку дальше. И толщина клинка здесь тоже абсолютно совпадающая. В общем, откровенно признаться, эдакий очередной претендент на то, чтобы называться убийцей багаута. Но я сегодня, наверное, в ролике про это говорить больше ничего не буду. Я здесь в данном случае хочу просто сказать, что китайская компания Бестек, вот именно под своим брендом Бестекмен, раньше не выпускала настолько EDC-шных ножей. Я бы вот так выразился. То есть Цикадас Винг – это, наверное, самый первый их нож вот именно такого плана. Ну и понятное дело, что чтобы сделать в этом сегменте что-то интересное, недостаточно создать нож, который по характеристикам похож на бенчмент багаут. Тут нужно создать что-нибудь такое, что вообще достаточно серьезно отличается, хотя бы с точки зрения внешности, при сохранении всех этих характеристик практически от всего того, что есть на ножевом рынке. И вы знаете, вот вы сейчас перед собой видите этот нож поподробнее, ну и согласитесь, что это нож, ну скажем так, на рынке, конечно, что-то подобное есть, но вот таких ножей весьма и весьма немного. Очень сильно он бросается в глаза. Интересный нож. Рукоять моего экземпляра ножа сделана из материала, который на сайте производителя обозначен как JToolTem. Но здесь, собственно, что скажу. Не все там ножи сделаны из него. Есть варианты немного потяжелее, но давайте вот немного посмотрим на то, как это сделано. Обратите внимание, что, во-первых, в отличие от очень многих китайских производителей, которые используют те или иные версии своих штифтовых замков, здесь все сделано очень похоже на то, как это делает компания Benchmark. То есть использован эдакий квази-лайнер, назовем его давайте так. То есть он очень маленький. Здесь вот на этом ноже это прям очень сильно хорошо видно, как это сделано. Оно и снаружи, в общем, хорошо просматривается, и изнутри вот так вот постараюсь показать. Я думаю, что будет вполне понятно. Во-вторых, в накладках из Ultemo здесь не сделано какой-то такой сложной текстуры, которая есть, например, на багауте и на некоторых других ему подобных ножах. А здесь просто сделана выборка, которая на самом деле неплохо видна снаружи. Благодаря этому нож получился, скажем так, с весьма и весьма скромной массой. То есть масса здесь действительно близка к чемпионам. То есть часто ли бывают ножи массы, подобные Benchmark Bugout? Да, постоянно встречаются. Но только, как правило, все эти ножи заметно меньше. А вот этот вот нож имеет практически те же самые размеры при, в общем-то, еще и вот этой вот форме клинка, которую многие хотели бы видеть на багауте, о которой мы с вами поговорим немного дальше. Собран он на двух вот таких вот скромных бонках. Я здесь хочу напомнить, что вообще Бестекмен это серия ножей от китайского производителя, которые, скажем так, предполагают, что это довольно недорогие бюджетные ножи, которые продаются в основном через интернет. Так сделано достаточно просто, но тем не менее просто, да, как говорится, со вкусом. Темлячное отверстие сквозное, втулки здесь какой-нибудь нет, то есть продергивать нужно будет туда какой-то паракорд или шнур, ну так скажем, достаточно прицельно. Я бы какую-нибудь иголочку взял для этой задачи. Клипса у этого ножа стальная, она переставляется на другую сторону рукояти. Вот этот вот момент, в отличие от того, что часто встречается, как-то вот так вот не зажали, даже поставили сюда несколько болтиков. То есть, я бы также отметил, что эту вот свою небольшую массу нож имеет еще и с двумя болтами. Я думаю, что где-нибудь на грамм ее можно понизить, если открутить эти болты. Хотя, может быть, производитель, когда заявлял эту массу, на самом деле это и делал. Давайте посмотрим, сколько этот нож весит на моих весах. Ну вот да, у меня на данный момент весы показывают 53 грамма против 52 заявленных, даже 53,5 можно сказать. А когда мы говорим про багаут, то на самом деле то же самое. Те же 53,5 при заявленных 52. В общем, будем считать, что это у меня так весы работают в данном случае. Еще одна техническая особенность, которая связана с изготовлением массивого узла и рукояти этого ножа, это наличие двух упорных штифтов. Вот обратите внимание, кто хорошо знает разные конструкции штифтовых замков, я думаю, может это заметить, но для всех остальных я сейчас поподробнее покажу. У этого ножа есть отдельный тоненький вот такой вот штифт, который работает на закрывание клинка. То есть, клинок упирается в него, вот когда, получается, нож закрывается вот таким вот образом. И отдельный вот здесь вот штифт, который работает на раскрывание. Наоборот, не дает клинку улететь в другую сторону. Вот так тут это устроено. На всем нам известной классической версии замка Axis Lock от компании Benchment сделано не так. Есть только вот этот упорный штифт на раскрывание. В качестве упорного штифта на закрывание служит сам штифт замка. То есть, тут это устроено немного по-другому, ну, что дает нам возможность говорить о том, что вообще, в принципе, китайская компания Bestech, они свой штифтовой замок делают с некоторыми отличиями, скажем так, от оригинальной конструкции американского замка. Но при этом вот про замок я вообще готов на самом деле рассказать такую прям отдельную часть этого ролика. Потому что вот этот вот замок на ноже от вот этого конкретного китайского производителя работает не так, как на всех остальных его ножах. По крайней мере, на тех, которые я от китайской компании Bestech держал в руках со штифтовыми замками. Самым первым ножом, который был выпущен под брендом Bestechman, был нож Ronan. И он тоже был оснащен штифтовым замком. Но вот тот штифтовой замок работал точно так же, как он работает и на ножах основного бренда. Был выпущен, видимо, по абсолютно такой же технологии. И там я в обзоре говорил о том, что, ну, жестковатая там, пружины. То есть, нужно так привыкать и прикладывать определенные усилия для того, чтобы тем ножом такой как-то активно пофлиповать. Совершенно другое дело здесь. Вы посмотрите, на самом деле, что вы сейчас перед собой видите. Тут я не то, что не скажу ничего плохого. Вот это вот флипует примерно так, как флипует соколь Таир. Потому что здесь шариковые подшипники в осевом узле. Получается все вообще великолепно. Понятное дело, что здесь есть два шпенька. Если надо, можно открывать нож. За них можно открыть его спокойно. То есть, с этим вообще нет никаких проблем. Но вот это вот ощущение от работы штифтового замка, оно близко к идеальному. И я вообще должен сказать, что, ну, вот так говоря честно, я только одного китайского производителя пока знаю. Вернее, еще одного, который умеет делать штифтовые замки примерно вот так, как на этом ноже. Ну, а вот теперь и китайская компания без тех добавилась к этому славному ряду. Я вот так вот здесь еще поближе, конечно, этот момент покажу. Но вы понимаете, это прям, ну, это прямо восхитительно. Понятное дело, что я вот этот нож перед тем, как снять обзор, ну, где-то, наверное, недельку поносил на кармане. Я более того, его переточил. Но об этом мы немножко дальше поговорим. Но я вам так скажу, что это тот редкий случай, когда вот вся осевая группа, она с самого начала так работала. То есть, здесь какой-то необходимости притираться по-крупному-то, наверное, и не было. Потому что здесь, в осевом узле, шариковые подшипники. Подшипники эти, естественно, керамические, как это чаще всего и бывает у данного китайского производителя. То есть, чего будем тут ставить что-то другое, ну, не совсем понятно. И, в общем, работа этот, ну, вот прямо просто восхитительно. То есть, на самом деле, вы на многих ножах бенчмут прямо из коробки вот такого флипа получить не сможете. А тут на весьма и весьма бюджетном изделии вот такое дело. Ну, и давайте теперь немножко про клинок поговорим. Потому что он, конечно, весьма ярко выглядит, но у него есть еще несколько особенностей, из-за которых мы с вами будем и исследовать дальнейшие рабочие способности этого ножа. Я, конечно, понимаю, что нож с эдаким розовым клинком и вот такой вот прозрачной рукоятью с точки зрения внешности может понравиться далеко не всем любителям ножей. Ну, многие, понятное дело, хотят чего-нибудь побрутальнее. Я вам потом немного дальше в ролике покажу, какие эти ножи бывают. Но здесь хотел бы пояснить, что я попросил вот такой вот нож конкретно потому, что очень хотел ознакомиться с тем, как сделана рукоять из материала Ултема. В принципе, бывают эти ножи, у которых стеклотекстолит на рукояти. Они немного потяжелее, что-то там примерно грамм на семь. Ну, в общем, короче говоря, это не совсем то, что мне хотелось, потому что я хотел поддержать вот такую вот рекордсменскую вещь. И мне прислали нож с вот таким вот розовым клинком. Ну, естественно, вполне, что на ноже вот этой ценовой категории вот этот розовый клинок, он просто розовый благодаря лакокрасочному покрытию. То есть, насколько оно будет устойчиво держаться, ну, я лично очень имею большие сомнения. Но мы сегодня его с вами в твердую деревяшку засунем, то есть, ну, посмотрим. Мне хочется надеяться, что, по крайней мере, несколько каких-то таких строгательных действий данное лакокрасочное покрытие выдержать может. По крайней мере, я его так вот в кармане носил, что-то ножом я пробовал делать, я его точил вместе с этим покрытием. Ну, каких-то таких особенных повреждений, вот давайте так поближе еще покажу немного, с одной стороны, с другой, я на этом клинке заполучить не смог. То есть, ну, понятное дело, что все-таки краска, она и есть краска. Это вот такой вот прям лак. Ну, я думаю, что, знаете, вот, наверное, это на какие-нибудь такие изделия из класса бижутерии похоже вот на то, что применяется там, когда нужно что-нибудь покрасить. Симпатично ли это выглядит? Прямо очень симпатично, совершенно замечательно. Теперь давайте немного по техничке. Тонкий обух, клинок, ну, я бы, наверное, давайте сказал бы, что это все-таки шипфутс, хотя кто-то скажет, что и ворнклифф, но в данном случае это не важно. То есть, это вот та самая очень популярная в нынешнее время EDC форма клинка, причем выполненная не с плоской режущей кромкой, а с выгнутой наружу. Это, на самом деле, очень сильно классно способствует работе таким ножом на весу. И, в принципе, им достаточно удобно, учитывая, что здесь нет никаких торчащих упоров, плавников, флиперов, работать и на плоскости. Но, опять-таки, это мы с вами сегодня еще немножко проверим. Ну, и теперь давайте перейдем, наверное, к самому интересному вопросу, из чего этот клинок сделан. Потому что, ну, вот, давайте так вот сделаем. Сейчас сюда интегрируем опять технические характеристики ножа и обратим внимание на то, что здесь клинок сделан из стали 10 хром 15 молибден ванадий. Вот, подчеркиваю, 10 хром 15 молибден ванадий, а не 10 хром 15 кобальт или молибден ванадий. Потому что, в принципе, очень многие вот эту вот разницу, ну, как бы что ли, не видят или не желают видеть. Но она действительно существует, и важно здесь понимать такую вещь. Когда в составе вот такой вот стали есть кобальт, она становится очень сильно по химическому составу похожа на японскую сталь виджетен. Ну, или виджет 10, если вам так удобнее или благоразвучнее кажется ее называть. В общем, я думаю, что все здесь понимают, о чем я говорю. А вот эта сталь, она попроще. Кобальт в ее составе нет. Всего остального примерно столько же, сколько в виджет 10. И, соответственно, учитывая, что мы с вами имеем дело с довольно тонким клинком, я решил, что будет разумно попробовать переточить его, ну, вот так вот, просто примерно в заводской угол. Я затащил вот этот нож на 40 градусов и, понятное дело, сделал вот такую вот полировочную работу, то есть сделал кромку вот прям красивой. Хотя, не могу не отметить, нож, в общем-то, из завода был довольно неплохо заточен, но меня смущал вот тот факт, что вот это самое лакокрасочное покрытие, оно, ну, как бы создавало такое ощущение более толстого сведения. Поэтому я решил нож уже переточить самостоятельно вручную. Ну, и, честно говоря, это не заняло как бы особенно много времени. Теперь у меня просто возникает вопрос, вот этот агисишник, например, при работе с деревом будет скалываться или не будет? Ну, мы поэтому давайте сейчас сначала какую-то такую более простую, более целевую работу немножко поделаем, я вам расскажу о своих впечатлениях, а потом попробуем его в древесину засунуть и, может быть, даже кто знает, черт возьми, в микроскоп посмотрим, что у нас там на кромке получилось. На сайте производителя на данный момент представлено семь версий этого ножа. Принципиально они отличаются только тем, что две из них имеют накладки на рукояти из материала Old M, один из таких ножей я вам сегодня как раз показываю, а на всех пяти остальных накладки на рукояти сделаны из стеклотекстолита G10. И здесь не могу не отметить такой важный вопрос, что вот ни на одном из этих ножей нет никакого другого способа покрытия клинка, кроме как лакокрасочное покрытие, даже в той ситуации, когда клинок черный. При этом еще один любопытный момент заключается в том, что все эти ножи стоят абсолютно одинаково. На сайте производителя на момент съемки этого ролика примерно 50 американских долларов. Ну да, здесь хочется припомнить немного, сколько стоят такие ножи даже в тайваньском исполнении у американских производителей. Что-то там, по-моему, за Соколь Таир хотели-то долларов 150, а за Benchmade Bugout на сайте производителя опять же на момент съемки этого ролика просят аж 180 американских долларов. Ну вот и думайте сами, может быть, лучше три таких ножа купить. Опять же, можно же выбрать какие-то варианты. Хотя стали клинка везде будут одинаковые, тут ничего не скажешь. Итак, друзья, вот я вам пока покажу микроскопию этого ножа после моей заточки. Ну, во-первых, скажу, что я вот каких-то даже мелких сколов не нашел, но что для меня, как для заточника, очень приятный момент, потому что я иногда все-таки что-то недостаточно хорошо делаю. Отдельно отмечу, что я этот нож точил с повышением угла, и тут вот это, наверное, неплохо видно благодаря как раз лакокрасочному покрытию, потому что по краю покрытия, которое прикасается к подводу, видно следы от грубого абразива. Ну, а потом они постепенно, естественно, исчезли, и вот такая вот парадная выточенная кромка, она стала иметь вот такой вот внешний вид снаружи, как вы сейчас видите это дело в кадре, и вот такой вот вид под микроскопом. То есть, под микроскопом там, естественно, всяких разных царапин, в общем-то, достаточное количество. Я пользуюсь алмазами для заточки, поэтому у меня это все дело выглядит вот так. Но, тем не менее, на мой личный взгляд, отработал прекрасно. Ну, вот давайте я еще вот так вот эту кромочку покажу. То есть, как раз для EDC ножа, да, несмотря на то, что будет там какое-то мыло наблюдаться, но мне лично кажется, вот такая кромка, это прекрасно. А уж в сочетании с вот этим крашеным клинком, ой, вы посмотрите, какая красота. Ну что, пойдемте резать будем. Так, друзья, давайте сегодня среза пенополистирола начнем. Я вот что хотел здесь показать, что вот если прям резать аккуратно, то, конечно, вообще все происходит чистенько-чистенько, хорошо-хорошо. Если этот материал резать вот так вот просто как бы грубо, ну просто раз, мне его надо отрезать, то вот будут вот такие штуки. Это практически от остроты ножа никак не зависит. То есть, я вот просто взял и сделал такое простое движение. Оно сработало в данном случае. Но главное здесь, что интересно, это то, что вот при таком резино-плоскости вот этот небольшой размер ножа с этой вот, в общем-то, не сильно приспособленной для такой работы формы клинка ощущается достаточно комфортным. Дальше у меня сегодня толстый шнур. Здесь, я думаю, что будет некоторое проскальзывание из вот этой вот парадной заточки. Ну да, вот оно так и есть. Мылит он немного, короче говоря. То есть, если резать по-нормальному, ну то есть вот брать и вот отрезать вот так, то, понятное дело, что тут вообще не будет никаких проблем. Ощущение отреза прям очень-очень приятное. Но вот если тычком вот такое делать, то тут такой вот нюанс, что из-за того, что кромку я вот так вот прям сильно заполировал, она в какой-то момент не может заскочить в разрезаемый материал достаточно легко. Но, тем не менее, работает это все прекрасно, ощущение великолепное. Я всегда с такой штукой мирюсь, потому что, честно говоря, такой работы в жизни делаю очень мало. Ну и понятное дело, что если уж мне доходит дело до разрезания веревки в быту, то я это делаю классическим способом, а не попытками прорезать ее тычком. А там все, в общем-то, работает нормально. Ну и вот, знаете, еще раз хочу ваше внимание сейчас обратить на то, как именно с точки зрения геометрии всего ножа это работает при резиноплоскости. То есть, понимаете, вот раз, и оно разрезалось. И вот как бы я не уперся как-то в пень, допустим, на котором я в данный момент работаю. То есть, каких-то вот сложностей с этим нет. А это прям вот прям действительно здорово в подобной деятельности. Ну и давайте вот отдельно на картоне попробуем. Тут у нас сразу есть такой нюанс, что мы сейчас посмотрим, как он нож просто режет картон, а потом посмотрим, как этот абразивный материал влияет на лакокрасочное покрытие. Потому что, в общем-то, может. Вот, знаете, вот здесь это прям вот чистое удовольствие. Вот в такой работе тонкий клинок спуска от обуха, выгнутая наружу режущая кромка, они, конечно, себе идеально показывают. Тут прям вот ничего не скажешь. Очень это здорово. Ну просто очень. Ну и вот давайте теперь немного посмотрим на нож. Ну вот не знаю, я какие-то следы на самом деле на лакокрасочном покрытии вижу. Вот туда, где я сейчас вот свет поймаю. Думаю, что вам их тоже, возможно, будет видно. Но насколько... Вот прям насколько действительно на самом деле это будет заметно. Да, дальше я сказать... Ну, честно говоря, не могу. С уверенностью, по крайней мере. Но давайте продолжим. Там уже поглядим. Я теперь предлагаю еще и бутылку этим ножом распустить, как я уже в некоторых тестах делал на обоих каналах. Потому что вот регулярно мне в комментариях, да и при личном общении, любители ножей говорят о том, что вот это вот на самом деле то, что они своими ножами делают, ну, некоторые даже чаще, чем строгают древесину. И вы знаете, ну, понятное дело, что с такой заточкой здесь проблем никаких. Сейчас мы... Даже не знаю, отсюда может начать. Чтобы ребра жесткости какой-то у бутылки еще было. Ну, в общем, режет он пластик вот такой вот бутылочный, прям замечательно. То есть, может быть, на самом деле, я согласен с теми, кто говорит о том, что не надо там последними камнями полировочной группы обрабатывать режущую кромку, если хотите, чтобы она работала агрессивнее. Это на самом деле правда. Но я вот, честно говоря, как ножи не точу, особенно вот такие вот просто, которые сами по себе, так скажем, претендуют на то, чтобы быть красивыми ножами, никогда не могу от этого удержаться. Ну, вот бутылку распустил, как видите, то есть тут вообще никаких вопросов. В общем, это у нас все получилось прекрасно. Ну, а теперь давайте будем с деревом начинать работать. Вот там, наверное, самые интересные вопросы и по поводу того, как покрытие себя ведет, и по поводу того, насколько этим ножом удобно работать, и что потом на кромке получается, мы с вами сегодня исследуем. Давайте с вот такого начнем. О, да, это прям, конечно, классно. То есть, ну, вот, знаете, скажу так, вот это ощущение, как будто ты масло ножом подрезаешь, оно тут вот присутствует в полной мере. Ну, прям здорово. Ничего сказать, не могу другого. Это прям очень хорошо ощущается, очень приятно работает, нож очень легко в древесину идет. Главное, что очень уверенно ее режет. Ну, тут все это у нас получилось как-то вот так. Давайте на кромку взглянем. Ну, визуальных повреждений на ней нет, в микроскопии уже после всего остального. Вот это у меня примерно то же самое. Это кусочек более твердой древесины. Вот хотел посмотреть. Это кедр, то была сосна. Ну, вы знаете, вот когда кедра немного, ну, вот видите, я думаю, что видно, что я буду говорить. Вот так вот еще поставлю, да, вам в кадре будет лучше. Видно, как нож уверенно с этим всем справляется. Причем, отдельно скажу, что вот у этого ножа небольшие размеры, поэтому, соответственно, рукоять не то, чтобы какая-то очень хваткая, но, вы знаете, вот в этой работе, ну, по крайней мере, с такой заточкой ощущаю достаточно комфортно. То есть, есть такая на уровне ощущений мысль о том, что этим ножом подобная вот работа, если вам надо будет вот такие перышки строгать, можно сделать довольно-таки много. Ну, а теперь вот давайте самое интересное. То есть, это тот же самый кедр, но только в данном случае это крупная деревяшка. То есть, прям... Ну, знаете, друзья, это кайф. Прям вот по-другому не скажешь. Ну, кто понимает ножевой кайф, что называется. Тут прям, ну... Не, ну, слушайте, это прям хорошо. И, вы знаете, вот все-таки повторюсь, потому что это важно в нашем исследовании. У этого ножа, несмотря на небольшие размеры, весьма удобная рукоять нигде в руку ничего не наминает. То есть, здесь единственное ограничение – это то, что, ну, просто вот так вот он у меня в руке сидит. То есть, мне, может быть, чуточку не хватает места под мизинец. Но, учитывая размеры этого ножа, ну, это как бы не такая, чтобы большая уж претензия. Ну, посмотрите, как это все. Блин, ну, прям... Прям просто замечательно, на мой личный взгляд. В общем, вот я бы так сказал, что единственная претензия, которая у меня есть к этому ножу в ощущениях именно от работы – это то, что клипса у него тонкая. То есть, когда нож в какой-то такой плотный хват берешь, ну, вот есть какое-то ощущение, что она, да, вот так вот немножко ездит. Такое вот ощущение действительно будет. Теперь давайте еще один момент покажу, который вот я сейчас увидел, когда делал такую тяжелую работу. Ну, вот он в чем заключается. Некоторым людям, я как-то вот во время подготовки к обзору это дело не посмотрел, потому что он так в работе, оно не чувствуется. Но некоторым людям вот это вот может не устраивать. Если вы из таких, то, да, как бы рукоять здесь такая, она, ну, так скажем, достаточно легко сжимается. Но при этом вот сказать, чтобы я чувствовал это как-то, что в работе именно, что как она ощущается непрочно, нет, такого ощущения здесь нет. Вот. Но вообще, конечно, УЛТЭМ в этом смысле интересный материал, потому что я там знаю, что он на самом деле какие-то дикие нагрузки может выдерживать. При этом он не должен треснуть. То есть, как бы это и при температурах там разных работает, и насколько понимаю, при вот так вот на сжатии тоже. То есть, на самом деле, возможно, кому-то придется привыкать к тому, что рукоять ведет себя вот так, как она здесь себя ведет. Но мне лично, вот, по крайней мере, на том объеме работы, который я сейчас сделал, каких-то проблем это все не доставило. Теперь давайте на режущую кромку посмотрим. Так, ну, по крайней мере, что я скажу, каких-то прям резких скалываний от работы с деревом я сейчас визуально не наблюдаю. Но я предлагаю нож очистить сейчас сначала от смолы, которая на него налипла, потом подснять микроскопию и потом вам я его еще на столе покажу. Не переключайтесь. Вот я вам сейчас показываю режущую кромку этого ножа после очистки ее маслом. Ну, блин, как бы, как обычно, это бывает немного заляпал фон, уж простите, если кого это раздражает. Похоже, что нужно отменять синий и делать какой-нибудь его там серый-черный, на котором вот этой всей беды видно не будет. Ну, ладно, я сейчас немного не об этом. Хочу сказать, что вот с одной стороны я лично глазами вижу деградацию режущей кромки, которая произошла от этой работы. Но это именно вот платная, плавная такая деградация, которая идет практически по всей ее длине, которая в работе по твердой древесине участвовала. Почти везде есть, ближе к кончику не нашел и ближе к пятиклинка тоже вообще никаких заметных эффектов этого дела нет. Но самое, что меня в этом всем порадовало, это то, что здесь нет ни одного вот такого прямо видимого скола. То есть, именно мелкая-мелкая что-то там на режущей кромке, конечно, по ее краю так равномерно возникает, а вот именно сколов каких-нибудь тут видно не будет. Это прекрасно отработало, на мой личный взгляд. И вот теперь смотрите, берешь нож и понимаете, вот он вполне комфортно режет бумагу со всякими даже вот там какими-то вывертами, подвывертами. То есть, это не происходит совершенно идеально, я вам так скажу. Но, тем не менее, вот это та самая рабочая острота, с которой вы нож сможете использовать еще очень и очень долгое время. Прям долго-долго-долго вам его еще будет хватать. Ну, я, знаете, со своей стороны сейчас думаю, что я, может быть, после всех этих экспериментов для сохранения остроты ножа возьму какой-нибудь, скажем, трехтысячный камень из набора профиль альфа и просто вот немного пройдусь по этой кромке и идеальная острота, скорее всего, вернется. Как делать вам? Это уже вопрос второй, если вы что-нибудь подобное со своим ножом учудили. Но я вам так скажу, что для большинства абсолютного людей можно ничего не делать. Нож по-прежнему весьма и весьма острый для того, чтобы участвовать в той или иной ежедневной работе. В общем, эффект совершенно отличный. В мире недорогих складных ножей существует весьма и весьма немного экземпляров, которые на данный момент могут меня как-то сильно порадовать или чем-то даже удивить. Связано это просто с тем, что с одной стороны у меня очень много, ну или не очень много, но есть в определенном количестве, гораздо более дорогих складных ножей, а с другой стороны с тем, что вот эти вот, ну скажем так, сделанные недорого современные китайские ножи, они все очень сильно похожи друг на друга. Другое дело вот этот нож. Во-первых, с одной стороны, здесь не используя каких-то уж очень экзотических материалов, которые уносят цену ножа куда-то в космос, удалось сделать весьма и весьма оригинальный внешний вид. Причем, вот посмотрите, я вам здесь еще раз этот момент покажу сейчас в кадре при вот таком ярком освещении. После всего того, что мы делали, какой-то серьезной деградации лакокрасочного покрытия найти не удается. Да, там где-то есть, возможно, какие-то мелкие царапины, которые при определенном освещении, конечно же, видны будут. И если вы то, что я делал, будете делать каждый день, то, конечно, они, наверное, как-то себя проявят посерьезнее. Но, тем не менее, вот в том объеме работы, это куда обычно попадают вот именно такие ножи EDC, те ножи, которые мы носим в кармане и режем им иногда какие-то в упаковке продуктов и, может быть, сами продукты, в основном, по крайней мере, насколько я знаю, это именно вот так вот работает, то этот нож и его лакокрасочное покрытие прослужат вам долгие-долгие годы без каких-то особенных признаков, ну, изменения внешнего вида. А внешний вид у ножа, ну, весьма такой, как минимум оригинальный. Он привлекает к себе внимание на фоне огромного количества ножей этой категории, которые производят и этот китайский производитель, да и все остальные. Тут уж, конечно, прям что не отнять, то не отнять. Но отдельно порадовало, что при этой внешности оказалось, что рабочие способности ножа, ну, более чем на самом деле хороши, а не более чем на высоте. Я вот, знаете, скажу вам так, что сделаю небольшой отдельный материал про сравнение вот этого ножа с багаутом, ну, потому что кто, если не я, должен в русскоязычном ножевом ютубе его делать. Я, в отличие от всех остальных обзорщиков, багаут с 2017 года постоянно эксплуатирую и, честно говоря, не собираюсь прекращать. Но вот этот нож меня в контексте, особенно если учитывать материалы, из которых он изготовлен, общий внешний вид и плюс цену этого ножа, даже по сравнению с багаутом, очень и очень сильно меня как-то так прямо зацепил. В общем, короче, скажу так, что редко достаточно получается в сегменте именно бюджетных китайских ножей увидеть что-нибудь подобное, чтобы в одном ноже было все и сразу. Ну, а у нашего сегодняшнего героя ножа Цикада Свинг это вполне себе получилось. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.